Слава Богу, братья и сестры! Пока я буду немножко читать Слово Божие, я хотел бы, чтобы все папы, мамы и дети, за которых мы будем сегодня молиться, пришли на эти две скамеечки. Давайте вы проходите с детками, а мы немножко послушаем Слово Божие. У нас сегодня особенный день, знаете, наша церковь имеет такую, как сказать, особенность. Мы имеем много детей, и все семьи у нас молодые, и у нас Бог благословляет детьми, посылает. И знаете, я очень рад, что в церкви много детей, хотя они иногда и шумят здесь, и, может быть, нарушают немножко, как сказать, нашу дисциплину, но дети – это подарок от Бога. Это наследие. Это будущее церкви. Один брат говорит, это не только будущее, это настоящие церкви. Это есть настоящие нашей церкви, церкви Божьей, и также будущее. Я читаю место, это написано в Псалме. В Израиле очень большое внимание уделяли детям, и Бог обращал на это внимание и говорил, и даже повелевал народу израильскому родителям воспитывать и правильно воспитывать детей. Читаю 77-й Псалом. Здесь говорится так, с пятого стишка. «Он поставил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Это был устав. Написано, «Он положил устав в Израиле, закон положил, чтобы отцы наши, они возвещали своим детям и дети в свое время своим детям возвещали, а именно возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Божьи». Вот это то, что Бог требовал от родителей и сегодня также Бог требует от вас, дорогие родители. То же самое. Апостол Павел пишет Ефесянам, что «отцы, отцы, очень большая на вас ответственность». Говорит, «Не раздражайте своих детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». А как мы можем раздражать детей? Одно из положений, которые мы раздражаем детей, когда мы говорим им, а сами не делаем, не поступаем по Божьим заповедям. Мы детям говорим, вот так надо, а сами делаем по-другому. Вот это и есть раздражение наших детей. То есть, мы неправильно их воспитываем в таком случае. Отцы, написано, «Воспитуйте детей ваших в учении и наставлении Господнем». Одни родители подошли к человеку и спросили к уважаемому, говорят, «Когда мы должны начинать воспитывать наших детей? Когда? В каком возрасте мы должны воспитывать наших детей?» А они еще, еще не родился, говорят, «А сколько вам уже срок?» Говорят, «А вот шесть месяцев». Говорят, «Вы уже опоздали на шесть месяцев». Дорогие мамы, папы, мы должны это понимать и принимать, что если в нас мы ожидаем детей, мы уже должны начинать за них молиться, должны благословлять, должны вести себя правильно перед Богом, воспитывать, начинать воспитывать их с самого детства. Знаете, дети, они как эта губка, до четырех лет, что вы вложите в них, они пронесут это через всю свою жизнь. В это время они все впитывают, они доверяют родителям, они верят им на сто процентов. И на нас, родители, очень большая ответственность, чтобы наших детей привести до Бога, чтобы открыть, дать им, передать им истину Божью. Я хочу напомнить, очень мне нравится это место, вы помните эту женщину, ее имя было Анна, у нее не было детей, и она просила у Бога, она нуждалась перед Богом, она просила у Бога, чтобы Бог дал ей ребенка. И когда она молилась в храме, этот священник Ильи даже почел ее пьяную, потому что она так была увлечена своей нуждой перед Богом, она молилась, и здесь описана ее молитва. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Она дала такой обет перед Богом, говорит, Господи, если ты дашь мне дитя, если ты дашь мне дитя мужеского пола, я его отдам Господу. И дальше описывается, в конце этой главе описывается, как она поступила. Бог услышал ее молитву, Бог дал ей дитя, и они с мужем назвали его Самуилом. Вы помните, да? Это был большой пророк в Израиле. И вот когда этот младенец уже вырос, когда же вскормила его, пошла с ним селом, взяв три тельца, одну эфу муки и мех с вином, и пришла в дом Божий в селом. Отрог же был еще дитя. Закололи тельца, привели отрог к Акилию и сказала, эта мама сказала, О, Господин мой, я та сама женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о всем дитяти молила я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась Господу. Братья и сестры, дорогие, папы и мамы, вы сегодня пришли с вашими детками, принесли их перед Господом, перед церковью, я думаю, что у вас такое же желание, чтобы, как здесь она сказала, я отдаю его Господу на все дни жизни его. Это очень правильное решение, и я думаю, что она тогда никогда не пожалела после этого, хотя она его оставила там в храме, он служил, она приходила, навещала его, но он был в Израиле очень большим пророком, написано, но весь Израиль узнал, что Самуил удостоился быть пророком Господним. Это тогда, когда мама его сделала то, что она должна была сделать, она его посвятила Господу, она его взрастила, она его принесла Господу, она его посвятила Господу на все дни его жизни. Ваши детки, они еще маленькие, но ваша молитва, ваше желание, оно перед Богом не останется незамеченным. Оно перед Богом будет иметь большую силу, если вы имеете такое же желание посвятить его Господу, принести его Господу на все дни его жизни. И, знаете, в Псалме тоже написано что это есть дар от Господа. Это 126-й Псалом. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод шрева. Это есть ваша награда. Это есть дар Божий. Наши, ваши дети, это есть дар Божий. Написано, что вот наследие от Господа дети, награда от Него плод шрева, что стрелы в руке сильного, что сыновья молодые. И очень важно в жизни, и от этого зависит благословение ваших детей, как вы их принимаете. Как вы их принимаете? Если вы их принимаете с благодарением Богу, они будут благословенны, как дар, как подарок от Бога. Иногда люди принимают по-разному, иногда люди принимают с нежеланием, и знаете, они очень пожинают горькое, горят в своей жизни. очень важно, чтобы мы принимали детей, особенно первых, кто принимает с желанием, ждут их, встречают, радуются. Но когда Бог уже дает 5-го, 6-го, а там 7-го, 10-го, и тогда немножко мы, как сказать, уже думаем по-другому и переживаем, Господи, а как, а сможем ли мы, а сможем ли мы их воспитать, обеспечить, знаете, Бог всегда посылает, Бог посылает и детей, Бог посылает на детей, Бог благословляет, Бог посылает детей, Бог посылает благословение на детей, и Бог никогда не оставит, Бог посылает в избытке благословение детям. Знаете, когда Иисус Христос был на земле, очень многие мамы, папы приходили приносили детей к Иисусу Христу, чтобы Он благословил, чтобы Он прикоснулся к ним. И много мест я много не буду читать, вот Марка, 10 глава, 13 стих и 14 написано, «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносивших. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте, ибо таковых есть Царство Небесное, Царство Божие». Когда Иисус Христос пришел, у него была определенная миссия, и мы видим, что люди приходили, приносили детей. Они видели, что Иисус благословляет. Они приносили к Нему детей. Ученики, видя то, они думали, что это не так важно, и они отвлекают Иисуса, они не допускали. Но написано, «Он вознегодовал на учеников Своих и говорит, «Пустите приходить детей ко Мне, и не препятствуйте, ибо таковых есть Царство Небесное». И в Матфея написано, Иисус Христос говорит, поставил дитя перед учениками, говорит, «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот, что меня принимает». Братья и сестры дорогие, это ваша миссия. Многие едут, да, делают какую-то миссию в других местах, но это есть ваша миссия. Это есть тот труд, который Бог вам поручил. Он вручил вам этих маленьких детей. И ваша задача – передать им истину, веру, вложить. Апостол Павел Тимофеев говорил, что вера, которая была в бабушке твоей, она в маме твоей была, и она в тебе. Очень важно, чтобы детей не только обеспечить здесь, в этом мире, финансово, или устроить их, но чтобы передать им веру, передать им Бога, передать им упование на Бога. Это самое важное в жизни вас и ваших детей. Пускай Бог благословит. Мы церковью будем молиться об этих детях, которые наши друзья приносят, здесь четверо, да, наших молодые наследники Царства Божьего. Мы за их помолимся, церковью будем благословлять, просить благословения Божьего. Вы здесь встанете спереди. Господи, я представила при Тобой и благодарю Тебя за это здоровое дитя, которое Ты мне дал. Господи, благослови его, чтобы он рос на радость нам. Вложи из самого детства его страх Божий и послушание к родителям. И дай нам, как родители, мудрости воспитывать его в духе истине. И в этот час мы просим Твое благословение на это дитя, что Твоя милость и охрана никогда не отходила в оседней жизни его. Аминь. Господь Божий наш, мы славим Тебя, благодарим Тебя в этот час, Господь. Величаем Тебя за милость и щедроты Твои, Господь, что Ты даровал нам сына этого, Илюшку, Господь. Мы славим Тебя, Иисус, и благодарим Тебя, Господь. Иисус, и просим милости Твоей помощи Твоей на дитя сего, Господь. Как родителям, Господь, мы нуждаемся в мудрости воспитывать Его, Боже, помоги Его поставить на правильный путь Христос, чтобы дитя было христиан, Господь, Иисус, помоги светом быть для детей наших, Господь, и для дитя сего, Господь, Боже наш, нуждаемся в силе, в мудрости Твоей, Господь, в Духе Святом, Боже, помоги светом быть для Него, Господь, и для детей всех наших, Господь, благослови, Боже наш, благословением неба, Господь, мы призываем силу Твою, Господь, кровь Твою, Святой Господь, Который ограждает, охраняет, Боже. Призываем Ангела Твоего Хранителя, Господь, чтобы дитя сие было, Господь, хранимое Тобой, Господь Боже наш. А найдам, даруй Господь, как родителям мудрости воспитывать Его, Господь, и детей наших, Господь, чтобы ставить на правильный истинный путь, великий Боже наш, нуждаемся в силе, в помощи Твоей, Господь, нуждаемся в мудрости, в Твоем благословении, благословении неба, великий Господь. Мы славим Тебя и благодарим Тебя в этот час. Прими хвалу и честь, великий Господь. Аминь. Братья и сестры, мы молимся за этого мальчика, его назвали Илюша, чтобы Бог благословил его жизнь. Господи, Боже наш, мы приносим этого маленького мальчика, Илюшу, перед лице Твое. Господи, и родители выражают свое желание, чтобы Ты, Господи, благословил его, чтобы все его дни жизни, они принадлежали Тебе. Благослови, Господь, Твоим благословением. Благослови, Господи, всеми Твоими благословениями, которые Ты имеешь. Боже, благослови его жизнь, чтобы он возрастал для славы Твоей, чтобы он, Господи, принадлежал Тебе, чтобы он, Господи, возрастал для славы Твоей и на радость своих родителей. Благослови. И сам, Господи, возьми его в Твою руку и проведи по этой жизни. Сохрани для Твоего небесного царства, Боже. И сам, Господи, управь его всеми днями жизни, сколько Ты определил. Да будет Твоя милость, да будет Твоя забота на нем и Твое благословение. Тебе слава и поклонение, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Слава. Господи, Боже, Владыка, небо и земли, Иисус на ней пристал и претворечен. Благодарим Ислам Тебе за Твою милость, что Ты продлил для нас на это время. Слава Тебе, Господь, за нашу доченьку, что Ты нам дал ее, Господь, здоровый. Слава Тебе, Господь, за все Твои милости, что Ты хранил для нас. Даровал нам. Слава, слава Тебе, Господь. Мы на руках молитвы несем ее, Боже мой. Храни ее жизнь, что она принадлежала только Тебе, что она исполнила волю Твою в жизни своей, сохранитую от греха, от зла, от все нечистого, не доброго, что она была по Твоей благодати, служила Тебе искренне, шла путем Твоим, Господи. Помыл и сохрани, защити, сохрани, Господи. Прославься, Господи, прославься, дай мудрости жизни, Господь, воспитывай для Тебя, Господь. Прославься в жизни ее, Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за дотеньку Иисус, которую Ты дал нам, Господь. Иисус, Ты ее храни, Иисус, в этом мире, Господь, зла и греха. Чтоб она, Иисус, служила Тебе, Господь, была объятами Твоих присутствием, Господь. Чтоб она в церкви, Иисус, прославляла Тебя и служила Тебе, Господь. Чтоб Ты, Иисус, дал мудрости нам воспитать, Иисус, для славы Твоей, Господь. Благослови, Господь, и нас, Господь, чтоб быть светом для нее, Господь. В этой, Иисус, в мире, Господь, да, Иисус, все, пана, Иисус, была солью для греха и зла, Господь. Сохрани, Господь, ее в этом мире, да, Иисус во всем, чтоб она любила только Тебя, Господь, и служила для Тебя, Господь. Чтоб она, Иисус, была, Иисус, во славе Твоей, Господь, во всем и прославься. Аминь. Господи, Боже, мы приносим на руках молитвы нашей, эту девочку с именем Софийка, Боже. Боже, мы просим Твоего благословения, мы просим, Господи, милости Твоей на ее жизнь. Благослови, Господь, Твоим благословением, благослови ее, Господи, всеми Твоими благословениями, Боже. Да будет Твоя забота и охрана Твоя над ней, Господи. Мы, Господи, просим Тебя, сохрани ее в этом мире, сохрани ее от всякого греха и зла. Сохрани, Боже, для Твоего небесного царства. Благослови ее здоровьем, благослови, Господи, чтобы она служила Тебе, чтобы она была, Господи, в Твоем винограднике. Да и, Господи, все необходимое, да будет Твоя воля в ее жизни. И Ты, Господи, сохрани ее для Твоего небесного царства. Ты будь прославлен в жизни ее, Боже. Также родителей благослови, чтобы они воспитывали ее для славы Твоей. Ты будь прославлен в ее жизни, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, Боже, я благодарю Тоби за этот день, Господь, что мы можем с Божьим разобраться и тут, Боже мой, прославить Тебе, и мы Твои. И воздать Тоби благодать, Боже мой, за этого сыночка, которого Ты нам подарил, Боже мой задание, я говорю, слава Тоби, Боже. Что он родился живым, здоровым, Боже мой, полноценным, Господи. Я благодарю Тебе, Боже мой, я прошу Тебе, мы посвящаем Его Тоби, Боже мой, возьми Его в руки Твои. Пусть все дни Его жизнью, Боже мой, будут в руках Твоих, пусть будет благословений, Боже мой. Сохраняй Его, оберегай Его, Боже мой, от ревога, Боже мой, и скорби на этой земле, Боже мой. Збережи Его, Боже мой, что Он всегда ходил на правильном бытие перед Тобой, что Он служил Тоби и любил Тебя, Боже мой. Страхом перед Тобой, Боже мой, провел свою жизнь, Господи. надели нас мудростью Божьей, что мы могли быть верными до Него, Боже мой, что мы примером Божьей служили Ему, Боже мой, и что Он продолжал служить примером для тех, которые окружают Его, Господи. Удари Его мудростью Божьей, нежностью, любовью, Боже мой, для тех, кто всегда около Него, Боже мой. Помоги, что Он служил тебе и исполнял твою волю, Господи. Я прошу Тебя, Господь, пусть твоя милість и охрана всегда будет над Ним на все дни Его жизни, Боже мой, это будет все. Хвила и подяка. Аминь. Боже, я Тебе славлю, Боже, за этот день, что нам даровал Иисус, за семью, что Ты мне даруешь, за Сына Цего. За Боже, славлю Тебе, Боже, я прошу, поможи мені Его воспитати, чтобы Он Тебе любил и Тебе славил, Иисус. Я Тебе прошу, поможи мені на каждом месте, дай розумно поступати, за все, что нам даруешь Тебе, Боже, славлю Тебе. Аминь. Господи Боже, мы благословляем Твое имя, благодарим Тебя вместе с нашими друзьями, что Ты дал им этого прекрасного Сына, здорового Божия, Даника. И мы, Господи, призываем Твое благословение на Него. Мы призываем Твою благодать, Твою охрану. Боже, да будет Твоя милость на Ним. Боже, Твоя благодать, да охраняйте ее, Боже, во все дни жизни. Благослови Его, Господи, от Твоих источников верхних и нижних. Благослови благословением, Господи, небо. Господи, здоровье пошли. Благослови, Господи, все необходимое даруй, Боже. Познание Тебя, Господи, и чтобы Он познавал Тебя с раннего детства. Благослови и сохрани Его, Боже, для Твоего небесного царства. Сохрани, Господи, для жизни вечной. Да будет Его имя в книге жизни Твоей на небесах, Боже. Господи, аллилюя. Ты будь прославлен в Его жизни и в жизни Его родителей. Да будешь Ты возвеличен Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь Иисус, я Тебя благодарю и славлюсь, Господь, что Ты хранила нас до этого часа, Господь, что Ты берегла и охраняла, Господь Иисус. Мы сегодня Тебя благодарим, Господь, за нашего сыночка, Господь Иисус, что Ты нам даровал Его, Господь Иисус. Я Тебя прошу, Господь, храни Его на все дни жизни Его, Господь, чтобы Он вырос и Тебе служил, Господь Иисус. Я Тебя прошу, сохрани его от всякого зла, от своих добрых людей, от всякого несчастного случая. Храни, Господь Иисус, от всякой болезни, Господь Иисус. Дай нам мудрости, Господь, его воспитать, Господь, для славы Твоей, Господь. И все будет слава. Аминь. Господь, я благодарю и славлю Тебя, Господь, за любовь Твою, за милость Твою, Господь. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя за Джусаю, что Ты его данным, Господи. Он здоровый, Господи Иисус. У него нет никаких недостатков, Господи. Я благодарю и славлю Тебя, Господь. Я прошу, Господь, также, Господи, призывая Твое благословение на его жизнь, Господь Иисус, чтобы он, Господь, вырастал, чтобы он был мужем Божьим, Господи, чтобы он трудился, Господи, для Тебя, чтобы он любил Тебя, Господь. Да и также нам, родителям, Господи, научить его, чтобы он, Господи, любил Тебя, показать им любовь Твою через нашу жизнь, Господь Иисус. Благослови его, Господи Иисус. Мы будем славить, мы увеличать Тебя, великого Бога, Отца Сына, Духа Святого. Аминь. Господи Боже, мы приносим Тебе, Господи, этого мальчика Джосая Боже, благослови его Твоим благословением Которое, Господи, Ты благословляешь Боже, мы просим, чтобы Твоя благодать была на нем Сохрани, Господи, в руке своей И пошли, Господи, все необходимое в его жизнь Чтобы он, Господи, имел все потребное в жизни своей А больше всего, Господи, вложи в него веру Вложи в него желание, Господи, служить Тебе Вложи в него, Господи, Твой страх божественный Господи, дабы он был Твоим детям Благослови, запиши его в книгу жизни Дабы имя Твое прославлено в нем, Боже Мы его продаем в Твои руки Благослови, Господи, всеми Твоими благословениями Благослови также родителей Чтобы они, Господи, воспитали его для славы Твоей Мы молим Тебя, Господь Да будет Твоя милость над этим мальчиком Боже, Ты будь прославлен В нем, Отец, Сын и Дух Святой Аминь Он так внимательно слышит Пускай Бог благословит Братья и сестры, мы хотим вас благословить И поздравить, и поощрить Пускай Бог благословит Не ослабевайте Это прекрасные дары от Господа Пускай Бог благословит вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok